Антон Соя Корова на льду Молодая корова Муля всегда отличалась от остальных коров в стадии. Все ее коллеги были черные с белыми пятнами, а Муля была белая с черными. С раннего детства Муля имела репутацию беспечной и романтичной особой. Пока остальные ее родственницы дружно жевали сочную траву, она бегала по лугу за пестрыми бабочками, любовалась яркими люговыми цветочками и плывущими по небу кудрявыми облаками. Коровы не понимали и осаждали Мулю. Ну и что это за танцы на лугу? В глазах от нее рябит. Муха какая-то, а не корова. И молока у нее будет, как у мухи. Неодобрительно качала рогатой головой ответственная матрена, дававшая рекордные надои. Муха, поддерживая ее коровы, усердно работая челюстями и отмахиваясь хвостами от надоедливых слепней. Мудра, поддакивала подруги, не переставая жевать. Грузная трудяга Даша, У нас тут мулочная ферма, А не Мулен и Руж. Жуй траву, расти бока, Дай побольше молока. Забывать о работе нельзя, Никому. Позор, Муле! Муле! Вторила ей стада. И только самая старая на ферме, Безрогая, Бегая корова Мариванна, Не поддерживала всеобщее негодование. Напрасно мычите, девочки! Муля совсем не такая, как вы. Но Иваныч ее любит как раз за это. Петр Иваныч, фермер, Кумир и бог коров, Действительно всем сердцем Любил шуструю, неуемую мулю, Которая так напоминала ему внука Петю, Живущего с родителями в городе. Фермер видел Петю только на каникулах И очень скучал по нему. Зимой у мули появилась мечта. Петр Иваныч вычитал в одном фермерском блоге, Что просмотр спортивных каналов увеличивает надои. Он повесил в коровнике телевизор, По которому каждый вечер транслировали Чемпионат мира по фигурному катанию. Надои не увеличились. Зато корова Муля твердо решила стать фигуристкой. Пока остальные коровы сладко дремали под телевизор, Тщательно перерабатывая сено в молоко к утренней дойке, Она любовалась каждым движением прекрасных, Легких, как пушинки спортсменов, Любовалась каждым им прыжком, Искрящейся льдом, Бравурной музыкой, Сверкающими нарядами красивых, Счастливых фигуристок. Муля утопала вместе со спортсменами В овациях огромного стадиона. Она закрывала глаза И сразу же становилась такой же смелой, Грациозной и красивой, Как чемпионки в телевизоре. И браво! Уже кричали ей! Это она кланялась восторженному залу И на бис дала дорожку шагов И тройной тулуп, и... И только смех коров Возвращал Муля обратно в стойло. Ох, как безжалостно смеялись они над ней, Казали себя такими мудрыми и остроумными. Вы только поглядите на нее! Ха-ха-ха! Корова-фигуристка! Да ты секунды на льду не простоишь! Загремишь под музыку! Ха-ха-ха! Но Муля не обижалась на них, Ей было некогда обижаться. Она запоминала движение. Когда фермер понял, Что молока от спортивного канала не прибавилось, Он забрал телевизор домой. Тем более, к нему приехал внук Петя, Которому срочно нужно было куда-то подключить игровую приставку. Но Мулю уже было не остановить. Как не потешались над ней умные коровы, Она не обращала на них внимания, Пытаясь каждый вечер по памяти повторить движения фигуристки из телевизора. У нее даже появился поклонник, Хозяйский кольц-шаман, Который не пропускал ни одной ее тренировки. Как-то, а случилось это аккуратно на Рождество, Вслед за котом в коровник зашла Петя Брэгин-младший, Внук фермера, Обычно обходившись стороной это скучное место. Зашел и обомлел, Глядя, как стоящая на задних ногах юная корова Пытается крутиться вокруг своей оси. Вот это круто, подумал Петя, Даже круче, чем играть в приставку. Это же какая-то уникальная корова, Вдруг она и на льду сможет так же смешно крутиться, как здесь. Надо помочь ей стать звездой. В голове у мальчика зрел смелый план. Петя Брэгин наблюдал за выходящей на лед мулей, Чувствовал себя настоящим героем, почти Бэтменом. Еще бы! Он столько сегодня сделал! В жизни так не трудился! Весь день расчищал деревянной лопаткой снег на речке, Чтобы получился маленький каток. Нашел на чердаке две пары старых девочных коньков И вырезал в них дырки для копыт. Ночью тихо вывел мулю из коровника, Чтобы никто, кроме шамана, их не увидел. Надел на мулю коньки. О, это было непросто. Хотя умная коровка сразу все поняла и помогала ему. В снегу на берегу реки муля еще как-то удерживала равновесие. Но стоило ей выйти на лед, На тот самый, синий, искрящийся под луной волшебный лед. Ноги тут же предательски заскользили в разные стороны, Совершенно ее не слушаясь. И, сделав пару сумасшедших пироэтов, Бедная муля, издав прощальное. Со всего маху ударилась пузом об лед. у нестись в ночное небо над рекой три пронзительных крика и пейте и шаман испугались за муля не меньше чем она сама на смелая коробка даже не думала сдаваться забрав всю волю в копыта она пыталась встать на скользкий лед пейте и шаман скользя и падая бросились кей помогать рыбы подо льдом разбоженный удар ударами коровьего пузо и любопытный месяц в небе с улыбками наблюдали за их вознёй и вы не поверите но ближе к утру корове муля удалось простоять на льду целых две секунды это была ее первая победа вернее не ее а их потому что теперь по дороге к неизбыточной мечте она шагала вместе с ну и с шаманом конечно же муля за первую тренировку получила от пети сладкую конфету нападая над льдом показалось ей гораздо более сладкой несмотря на отбитые колени и живот только вот на утренней дойке молока муля почти не выдала и фермер очень расстроился на следующий день после первого выхода муля на лед петру ивановичу подошел сидящий внук и сообщил ему что хочет остаться на ферме потому что не видит своего будущего без коров а как же школа петя а мама с папой ферма лучшая школа дедушка а мама с папой будут только рады и я при деле на собрание в школу ходить не надо я даже в свои игры больше играть не буду эти протянул фермеру приставку и началась новая бессонная жизнь петель днем он помогал счастливому дедушки а ночью тренировал счастливую мулю через месяц она уже смогла стоять на льду а через два даже проехала пару метров вот только молока у нее совсем не стало на очередном взвешивании петр иванович горезный развел руками о-хо-хо смотри петя как наша муля исхудала и молока у нее шаман наплакал а ветеринар говорит здорово придется ее продать продать через интернет а можно я сам продам попробуй внучок только кому она нужна такая малохольная что случилось ума не приложу будто без какой-то по ночам ее щекочет петя не мог позволить разрушить свою мечту мулю срочно нужно было спасать дома у него осталась свинья копилка с первого класса он копил деньги на кругосветные путешествия но что такое кругосветка по сравнению с успехами муля второй такой коровы во всем свете не сыщешь и петя отправился город на ферму петя возвращался чрезвычайно довольны с тобой родители пришли в восторг от его румянца и прекрасной физической формы папа был очень благодарен ему за помощь дедушке а мама договорилась с директором школы что петь разрешает сдать экзамены в конце года так что теперь 5 весна ферму целый рюкзак учебников а еще мальчик успел договориться по интернету о покупке фургончика для мули ничто не пригущало катастрофу гроза разродилась внезапно прямо в комнате пети что это такое вместо приветствия старый фермер потратил петельного носа коньками мули спрятанными под кроватью обманул старика за дурака меня держишь думал я не смогу два и два сложить мою лучшую тёлку маял в конец корову на коньки решил поставить на весь свет решил меня опозорить а ну марш домой чтоб отныне ты дорогу на ферму забыл а мульку твою я не смогу продам молчаливая обычная бабушка люся ойкнула и схватилась за сердце петя как ошпаренный выскочил из дома и помчался коровнику за мулей а за ним мчался разгиранный дедушка конечно он не собирался продавать любимицу мяснику просто очень обиделся еле еле петя с мули от него убежали куда ему старику за ними гоняться молодыми худыми и спортивными только вот теперь петя и муля оказались в бегах на ферму нельзя и домой с коровы не сунешься хорошо что петя жилой фургончик купил а еще хорошо что бабушка люси у петя была добрая отходчивая и не слишком разговорчивая теперь только она связывала беглецов с прежним миром фургончик для строителей где жили петя и муля спрятался на отшиве в скалистых горах между фермой и небольшим городком да да городок так и назывался городок бабушка и шаман каждый день навещали беглецов во время послеобеденного сна фермера на самом деле петр иванович все узнал и только делал вид что спит чтобы подыграть жене и приносили вкусную еду муля брикеты сена а петя пирожки правильное питание очень важно для спорта а муля уже стала настоящей спортсменкой с требовательным тренером петей утро муля и петя начиналась с провешки несмотря на снег и ветер они добегали до маленького замерзшего озерца и начиналась ежедневная тренировка а заканчивался день под музыку петя и муля любовались фантастическими закатами по чудесной мелодии которые мальчика грант свирели не забывал он и при экзамене каждый день студия учебники с тех пор как он отдал приставку дедушке времени не хватало на все с каждым днем муля все увереннее стояла на коньках и однажды смогла встать на задние ноги петя был в восторге на следующий день лед растаял наступила весна пришлось тренеру пете забросить коньки и отправиться в город за роликами теперь он с удовольствием мог составить муле компанию дедушка его давно простил и звал обратно на ферму родители настойчиво звали домой но петя твердо решил не возвращаться пока не добьется серьезных успехов а их уже оставалось ждать совсем недолго муля каталась на роликах на задних ногах почти так же хорошо как петя правда ее еще заносила в стороны но все равно это было совершенно фантастично можно было снять ее на телефон выжил выложить в сеть и немедленно прославиться но петя считал что еще рано он хотел довести мулина умения до совершенства катались они исключительно по ночам по пригрыдным дорогам чтобы не пугать водителей и не привлекать внимание представляете что могло случиться с водителем увидевшись ночью корову на роликах но однажды их ночные покатушки чуть не закончились трагедией огромный грузовик резко выскочил из темноты и включил фары прямо перед ними горы спортсмены еле успели свернуть на обочину и еще долго лежали там переживая случившееся хорошо что ничего себе не разбили не сломали потому что были одеты в защиту но с ночными прогулками по темным проселочным дорогам петя решил закончить пришла пора кататься по ночам в городке городок был очень маленький особых достопримечательностей туристов и ночной жизни в нем не было зато узкие улицы прекрасно освещались фонарями для ночных прогулок пети муле все складывалось идеально тихо пустынно и красиво никаких тебе грузовиков и любопытных глаз но однажды выехав на главную площадь наши герои нос к носу столкнулись живописные тройки на роликах два парня постарше пети и боевитая рыжая девчонка тут же загружились вокруг них ого ничего себе роллер в костюм и коровы восхищенно сказал толстенький парень надо же было до такого додуматься эй корова тебе же так наверное вдвойне сложнее кататься ответила ему муля это и есть корова обиделся петя самая настоящая а зовут ее муля и убедите телефоны пожалуйста нас пока нельзя фотографировать а-а-а-а закричал парнишка с наклеенной бородой держите меня братцы первый раз вижу настоящую корову она еще и сразу на роликах и катается лучше меня а мы думали что мы тут самые крутые сказала девочка я настя это саша и паша вместе мы ночные соколы городка вступайте в нашу банду ну и как было не принять такое предложение только вы не пугайтесь пожалуйста банда роллеров была очень благородной и чтила традиции робин гуда стремилась помогать бедолагам попавшим в беду только помогать было некому в городке ночью все кроме них спали даже полицейские поэтому соколы с примкнувшими к ним петя и мури просто дружно раскатывали по ночным улицам поисках приключений которых не было но ведь кто ищет тот всегда найдет весной в городок приехал бродящий тырк тибидох в котором было всего два актера клоун рыков и дрессировщик палкин все остальные разбежались и клоун с дрессировщиком тоже подумали начать новую жизнь в маленьких городках все меньше людей приходило на их представления предпочитая виртуальные развлечения а большие их уже не впускали никто больше не хотел смотреть на медведя на велосипедах и слушать унылые шутки усталого рыкова разбив поздней ночью церкова шатер на окраине городка рыков и палкин решили прогуляться за радужной площади со старинными часами ну а сразу забыли о часах увидев мулю рыков ты тоже это видишь или я съел несвежий мухомор да палкин тоже вижу и уже ущипнул себя все за правду но это же наша судьба рыков она дает нам еще один шанс мы должны разобрать это чудо любой сыной эй ребятня не хотите попасть на цирковое выступление мировых звезд соколы все кроме мули подъехали к помятым звездам и стали их с любопытством рассматривать не люблю цирк строго сказала настя там мучают животных только не в нашем заверил ее палкин мы обожаем наших артистов чья это прелесть с рогами муля ничья гордо ответил петя она своя собственная а я ее тренер вы гениальный тренер ель ельным голосом пропел рыков у вас с мулей большое будущее мировая слава я знаю скромно ответил петя позвольте пожать вам руку палкин протянул пете свою узкую ладонь и заглянул мальчику в глаза гипнотизирующим взглядом пожалуйста зайдите завтра к нам в шепито мы поделимся с вами секретами своего успеха покажем за кулисье петя долго целый день сомневался идтили им с мулей в гости циркачам но любопытство в результате победило благоразумие вечером они с мулей тихонько подкатили к шатру вокруг никого не было рыкова с палкиным не удалось продать ни одного билета и представление отменилось петя осторожно отогнул полок шатра внутри стояли четыре клетки в которых грустили под замками медведи велосипедисты в коровнике и то было веселее вот так цирк эй кто там балуется услышали петя с мулей знакомый скрипучий голос с палкиным отойдите от шатра в вольерах злые голодные звери да что ты палкин это же наши коллеги пришли как мы рады какая честь для нас залебезил перед петей клоун рыков а мы уже потеряли надежду вас увидеть заходите скорее к нам в фургончик кстати как вас зовут прекрасный юноша петр брегель младший отрекомендовался петя какая прелесть обрадовался рыков петер брегель младший и его красотуля муля картина маслом ну заходите же к нам скорее петер не терпится начать беседу муля беспечно каталась вокруг циркового фургончика не подозревая что там сейчас решается ее судьба да да именно так клоун и дрессировщик уже полчаса старательно пичкали петю пирожными и конфетами и пытались убедить что место мули в цирке вы даже куча давил на него всем своим весом толстый рыков продать вам мулю да ни за что петя раскраснелся и был готов закипеть не хуже чайника видел я ваших счастливых артистов не хочешь продавать не надо это была шутка у нас то и денег то и нет рыков зловещий захохотал понимаю вы не хотите расставаться с подопечной берите мулю и поехали с нами на гастроли вас ждет весь мир Токио Мумбай Париж Лондон Санкт-Петербург неужели не хотите все это увидеть своими глазами кратчево спросил Палкин очень хочу и обязательно увижу Петя твердо встал из-за стола и направился к выходу но не с вами всего хорошего осел упрямый ты еще пожалеешь рыкнул ему вслед рыков но Петя с мулю уже летели не оглядываясь на роликах своему дому на колесиках зря они не оглядывались лег Петя спать в фургончике а проснулся в рассе на холодной утренней траве ни муле ни фургончика циркачи пронзила Петя ужасная мысль хорошо что он недавно провожал Настю домой нужно срочно бежать к ней именно бежать ведь ролики остались в фургончике Настя все сразу поняла и действовала стремительно вызвонила Саша и Пашу выдала Пете запасные ролики посмотрела в интернете где следующее выступление тебе дохо и соколы рванули в погоню ребята не могли искрыть свою радость ведь начались настоящие приключения только вот никакие роллеры не могут догнать машину даже ночные соколы городка пришлось цепляться за попутные грузовые машины дольше всего ребята проехали на молочной цистерне которая везла молоко с фермы Ивановича но Петя этого не знал его сейчас волновало только одно не обидели ли цирковые пирозиты его мулю наконец впереди замаячил знакомый фургончик теперь он стал хвостом циркового каравана с двух сторон дороги стоял дремучий лес ура радостно закричала Настя на абордаж соколики цирковой караван не мог двигаться быстро чем воспользовались соколы они ловко перебрались на мылен фургон Саша с Пашей уже почти отцепили его когда цирковой грузовичок резко затормотился сворачивая на обочину через лоб нырников и палки с бичом в руке соколики от резкой остановки дружно попадали на асфальт на роли распадения они страшны защита спасает Саша с Пашей снова принялись отцеплять фургон а Петя Медведи выбрались на обочину и сели на нее шуростно-яркое солнце. Палкин взмахнул бичом. Фаст! Но медведи и не думали нападать не ребят. Тогда Палкин ударил одного из них бичом. Напрасно он это сделал. Медведь вырвал бич из его руки и пошел на дрессировчика. Палкин попятился. Тогда остальные медведи примкнули к вожаку и вместе догнали Палкина свой заряжочный фургончик. После этого Мюшки снова уселись на обочине. Как ни в чем не бывало. Крыков попытался сбежать, но был пойман соколами. Ребята, вы чего? Я же пошутил. Да забирайте вы свою корову. Кому она нужна? Паша и Саша заломили шипящему клоуну руки и отправили его к другу за решетку. Ура! Она подвела итоги Настя. Победа! Справедливость торжествует! Жулики и воры в клетке! Артисты на свободе! Идите в лес, косолапые братья! Грабеж! Вы за это ответите! Заглотили циркачей за решетки. Только вот медведи не спешили уходить в лес. И только когда Саша и Паша достались с торгового грузовичка их велосипеды, косолапые уселись на них и покатили по дороге. Ишь, какие байкеры! Восхитился Паша! Дневные медведи! Спасибо, друзья! Я вас так люблю! Поблагодарил соколов Петя. Только что-то я про деятелям соскучился. Еще и экзамены скоро. Не подкинете нас с мули до города. С удовольствием! Сказала Настя, садясь за руль грузовичка. Цепяйте фургончик, соколики! Пора нам на гастроли! А вы, злодей! Оставайтесь на обочине жизни! И почувствуйте на своей шкуре! Каково это сидеть в клетке? Вот так Петя вернулся домой. Строительный фургончик с мулей теперь стоял во дворе его пятиэтажного дома. Тренировки временно пришлось отложить. Но Петя каждую ночь выгуливал мулю в соседнем парке, чтобы она не потеряла спортивную форму. Экзамены Петя сдал на отлично, и мама с папой очень им гордились. Они решили помочь Пете с мулей. Сынок, сказала мама Пете, я все придумала. Одна моя знакомая работает сторожем и уборщицей на ледовом стадионе. Она уходит в отпуск, и ты можешь там поработать. Ночью там никого не бывает. И мне кажется, что если вас с мулей никто не увидит... Настоящий каток с искусственным льдом! Не может быть! Закричал Петя. Побегу обратно у мулю, она будет счастлива! Мамочка, ты самая лучшая мама на свете! Петя оказался прав. Счастью муле не было предела. Она впервые попала на настоящий каток, на настоящем стадионе. И пусть трибуны были пусты, но муля уже слышала будущие аплодисменты, и ее коровью душа трепетала в предвкушении выступлений. И лед, он был такой же прекрасный, сверкающий, как в телевизоре. Весь изъезженный коньками на дневных занятиях и весь в ее распоряжении. А когда Петя включил прожектора, муля даже немного сплакнула от восторга. Но плакать было некогда. Нужно было тренироваться. Каждую ночь на большой ледовой арене тайна от всех теперь творились настоящие чудеса под руководством упорного тренера Пети. Днем он изучал в интернете все возможные тонкости искусства катания на коньках от лучших тренеров мира, а ночами передавал полученные знания упорной, талантливой коровки, которая никогда не плакала, больно ударяясь об лед. И старательно повторяла каждый элемент, пока он не начинал получаться автоматически. Петя никогда не ругал мулю, даже если целая ночь уходила на то, чтобы получился один маленький поворот. Терпение и труд и нас в победу ждут, твердил себе мальчик. Через месяц усердных ночных тренировок муля уже крутилась и прыгала на коньках не хуже фигуристок юношки сбора Сенегала. Петя был в восторге. Он ставил в радиорубке музыку Чайковского, включал цветные прожектора и представлял, как муля побеждает на чемпионате мира и ей рукоплещет огромный стадион. Посмотрите на эту хвостатую спортсменку из России. Самую фигуристую фигуристку в мире, изображала себя комментатор Петя. Какая грация! Какая стать! Тройной луц! Четвертной тулуп! Такого мир еще не видел! Муля, ты прекрасно отрогов за копыт! Одно расстраивало Петю. Ему очень хотелось с кем-то поделиться мулиными успехами. А родители как назло уделяли в отпуск в далекую страну. Не бабушку же с дедушкой из деревни вызывать. Была, правда, одна девочка в классе, которая очень нравилась Пете. И она тоже этим летом осталась в городе. Олеся, хочешь увидеть нечто прекрасное и удивительное сегодня ночью? Спросил Петя одноклассницу по телефону. Кто же не хочет? Только это секрет и тайна. Ой, тогда еще больше хочу! Петя привел Олесину ночью на стадион. Посадил ее на первый ряд и завязал ей глаза. Снимешь повязку, когда начнется музыка. Ты что, будешь кататься для меня, Брегин? Стал фигуристом? А мы-то думали, куда ты пропал? Тоже мне секретная тайна. Но когда Олеся увидела, как перед ней на льду под прекрасную музыку танцует чудесная корова, она сама не заметила, как рука скользнула за карман за смартфоном. Ведь это была настоящая сенсация! Только вот директор стадиона так не подсчитал. Он привез своих важных друзей этой ночью покататься в тишине и на своем катке. А там корова. Корова на его катке! Представляете? С выменем и рогами! Почему посторонние на стадионе? Закричал директор таким ужасным голосом, что бедная муля даже упала на лед. А Олеся с трибуны как ветром сдула. Брейгин уволен! Чтоб духу твоего тут не было! И скотину свою созда убери немедленно! Так и закончилось первое публичное выступление муля. Неужели все зря? Неужели никто не видит кроме меня, как муля прекрасна? Может, Палкин был прав? Ее место на арене цирка? Или даже на ферме? Мучил себя вопросами Петя на следующее утро. С работы его выгнали, Олеся не отвечала на звонки, Муля тяжело переживала вчерашнее происшествие. Ладно, решил Петя, в любом случае не вижу смысла больше прятаться. Покатаемся по городу в последний раз, а потом можно и на ферму к дедушке. Петя вышел в странно многолюдный двор. Особенно много зевак собралось недалеко от фургончика. Мальчик зашел за мулей. Корова грустила. Ну что, красавица моя, пойдем, покажем класс. Петя надел на мулю ролики, отпустил от дверей фургончика доски, по которым она съезжала. Двор встретил его действие странной тишиной. Но как только коровка выкатилась наружу, отостуду послышались хлопки, вырвшие в волну аплодисментов и накатившие на фургончик настоящие овации. Муля, Муля, это Муля, она настоящая! Браво, Муля! Радостно кричали люди во дворе, размахивая телефонами. Браво, Петя! Им хлопали, их приветствовали. Петя ничего не понимал. Ему казалось, что это сон. А Муле ничего не казалось. Она наслаждалась вниманием. Ее глаза снова блестели и коровка с радостью выписывала сложные па на роликах. Вы, наверное, уже догадались, что случилось? Да-да, конечно, это Олеся не удержалась и выложила в сеть ночное видео с Мулей. Так, Муля с Петей проснулись знаменитыми. И это было только начало. Ролик с коровой фигуристкой побил все рекорды в интернете. Его даже показали в новостной программе на главном телеканале страны. Через Олеся Петю нашли организатора чемпионата мира по фигурному катанию в Токио и предложили Муле выступить на его открытии. И знаете, Петя не отказался. только попросил разрешить ему взять с собой кота-шамана. На стадионе, откуда уволили Петю, директор вывесил огромный рекламный постер с Мулей, чтобы зазвать побольше народу на каток. Но кто-то, не будем говорить, кто хотел, у одной из них точно торчали рыжие косички, снял ночью этот постер и теперь он украшает крышу первого Петра Ивановича Брыгина. Вот оно, долгожданное чудо, шумит, волнуясь, многотысячный стадион в Токио. На льду корова Муля, трогательная, грациозная, как лань. Она не скользит, а порыхает по льду, как большая рогатая черно-белая бабочка. И благодарная публика уже встречает ее взрывом аплодисментов каждый ее прыжок. А у Бортика Муля ждет ее друг и тренер, мальчик Петя, который поверил в ее талант, когда все вокруг только смеялись над ее мечтой. Петя не плачет, потому что он мальчик, хотя ему очень хочется плакать от гордости, которая переполняет его гордости за Мулю и немножко за себя. Номер Мули заканчивается, но аплодисменты не смолкают. Весь стадион стоя аплодирует воплощенную в Муле смелости, упорству, вере в себя и в мечту. А потом на лед начинают лететь плюшевые коровы Мули самый годовой сувенир милочного чемпионата мира. Десятки, сотни маленьких плюшевых Муль на плюшевых коньках, а среди них одна настоящая, счастливая корова-фигуристка. И вот еще что. После этого триумфального выступления организаторы предложили Пете мировое турне с Мулей по всем главным ледовым аренам мира. Помните, на что он копил деньги в свинье-копилке? В коровнике фермы Петра Ивановича Брейгина на стене снова висит телебизор. Фермер и коровы смотрят на Мулю, Шамана и Петю, которые стоят на льду и галантно кланяются публике, кидающей им цветы. Это наша Муля! Мы всегда верили в нее! Мычают коровы. Муля! Мудец! Это мой внук! Настоящий мужик! Я горжусь им! Смахивает слезу фермер. Мужик! Одобряет Петин подвиг коровы. Кстати, недавно Петр Иванович вычитал в одном фермерском блоге, что удой можно повыть, если давать слушать коровам Ари из классических опер. А новенькая коровка в его стадии иногда даже очень мелодично мычит. но это уже совсем другая история. КОНЕЦ